Не русский. Ну, будем, значит, не русскими. Чётко. Вот вывод средств со счёта в Максиме. Да ты сядь, сядь, сядь посиди. Почему вы ему не назвали себя счёт такой? А сколько ты платишь? 380. А надо 310. Мужик чаюку перевёл, это за права. Здравствуйте, дамы и господа. Сегодня у нас 18 июня, время 10.33. Вы на канале Драйвер, рассказываю о своей деятельности в такси в замечательном, славном городе Кальнеграде. Работаем по двум агрегаторам. Яндекс, Максим. Как вы видите, кто-то сиганул жёсткий рейтинг. Чем это связано, я абсолютно не знаю. На протяжении полутора месяцев было всё замечательно, а тут что-то случилось. В Максиме у нас 0.98. Рейтинг. У нас получается комиссия 5%. Это вот касса ночная она у нас получается. В общем, такая вот петрушка. Кто мы сегодня заработаем, я не знаю. Мы, в принципе, все дела сделали. Нам осталось только пообедать, наверное. Хорошо в подниках пообедаем. Сами вы прекрасно понимаете, кто работает, кто был в этой сфере, что не выше утром кассу потерял. Кассаря 2-3 точно ты потерял. Сегодня, тем более, вторник. Вчера работа была. Вчера мы, в принципе, не записывали, потому что было неинтересно. Чего нам в понедельник записывать? Понятное дело, что работа есть. Всё замечательно. Вчера мы вообще лакшери, можно сказать, откатали. 9,5-10 часов. Что-то касса там за 8 вышла. И это, в принципе, в основном по райончику, по гетто. Я считаю, это очень замечательно, очень хорошо. Так, по поводу колов. Странная какая-то ситуация. Абсолютно ничего не поменялось. Ни в нашем поведении, ни в машине. Машина чистая. И коробка так же всё гудит. Всё точно так же. Людям что-то не нравится. Я думаю, надо просто делать музыку погромче. Наши аксессуары. А то все говорят, что мы, короче, как нерусские. Ну, будем, значит, нерусскими. Чётко. Получается, вот. Вот так вот работаем, короче. Сегодня чисто двигаемся на такой теме. Ещё такой прикол, короче, получается. В ночь с субботы на воскресенье там я сделал два кратыша. Потом в воскресенье вечером захожу. Рейтинг немножко поднялся. Захожу в понедельник. Рейтинг опять опустился. Как-то поставил пол. Как такое может быть? Я даже не катал. Ну, ещё катимся. Катимся, двигаемся. Нам бы закатик получить, и всё было бы идеально. Последние рабочие смены, получается. Пятник, понедельник. Ну, суббота, ладно. Суббота, понятно. Субботу работа у нас есть. И заметил такую особенность, что старая тема. С не заездом в центр, она помогает заработать денег. Главная цель – не тусоваться, не заезжать в центр. Как это сделать? Это, наверное, можно просто включить режим гиблый. Пускай на 4% будешь больше платить, но ты не будешь заезжать в центр. Меня вот всегда поражал тот момент, когда люди говорят о том, что я не включаю, потому что это будет больше комиссии. Так же и когда там в центре горит, люди не включают почему-то мой район, они берут заказ. Гетто, да, да, базара нет. Он стоит дорого. С центра там с коэффициентом 230 до гетто доехал. Да, но в гетто в лучшем случае, если горит 40-70, это хорошо. Если же не горит, такое себе как бы. Сходишь с линией, если ты с головой, конечно, и ты возвращаешься в сторону центра, в сторону коэффициента. И вот спрашивается, где ты больше заработаешь? На моем районе, когда заказ по 7-10 минут, сколько ты таких заказов сделаешь? Либо же ты доедешь до гетто минут 15, и потом еще, ну, обратно минут 10. Где ты больше заработаешь? Опять же, это все информация для размышления. Надо думать, думать, блин, включать голову. Все, короче. Монолог спит закончен, теперь исключительно работа и исключительно пассажиры. Так, ну все, наконец-то мы получили заказ по гетто. Гетто давит, мы на райончике. Че, кого? Сейчас будем суету наводить. Вот, смотрите, вот один заказ я сделал. В общем, смысл в том, что сейчас ноль. Только что район весь горел. Из плохого мы, короче, забыли витаминки свои выпить. Это очень плохо, потому что мы занимались этим, моим налогом. Вот это вот вывод средств со счетов в Максиме. Это когда первый раз делаешь, вообще просто, просто это какой-то, только всего надо сделать. Сейчас же уже, когда ты знаешь, как делать, как, что делать, ну это да, это в принципе легко. Но опять же, легко кому? Кто современный, у кого есть телеграмм. Потому что без телеграмма, без нахождения себя в статусе ИП или самозанятой, либо имея долги перед приставами, ты не выведешь деньги абсолютно. И вот спрашивается, а зачем тогда выполнять, брать корпоративные заказы. То есть вот это, вот таким поступком платить налоги с вывода со счета, который именно на счет приходит. Не на виртуальную карту, а именно на счет. Это очень большая просадка будет. Их-то и так-то эти корпораты мало кто берет. А сейчас-то это еще юрлицо. То есть я 2000 вывел, 6% вот и считайте. Получается, я дал комиссию за заказ, я уплатил за этот заказ налоги. И еще потом за вывод этих же своих, собственно говоря, денег, из которых я уже заплатил налоги, я еще повторно плачу налоги. Вообще идеально. Просто, просто красиво. Сейчас самое главное попасть в струю. Мы, короче, не можем попасть. Только попадем в струю, все пойдет в ажуре. Так бац-бац-бац. Быстренько все сделаем. Короче, программу не включил. Я не включил, и вы не напомнили, да? Ну ладно. В 11-12 включаемся. Стою, короче, как ебавашка на Егельянова. Мешаю всем, создаю помехи. Никто не хотел брать вас, да, везти? Да, потому что близко, но мы такой ночью приехали, мы не знаем, куда ходить. Поэтому мы... Приехали. Привет, спасибо. Спасибо вам большое. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы так попились хорошо вообще. Быстро, да? Да. Вот, что тут, короче. 0,6 минуты поездки. Что, братишка, приход сломил, да? Ну, он думаешь там. А? Ну, он думаешь там. Не понял. Ну, что может там, брат? Приход сломил или что? Да, он думал. Да ты сядь, 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 посиди. Ну, что, блин? А? Ну, что, блин? Ну, ты сядь, сядь. Не надо, ну, к машине подходить. А что мне пришло? Я не знаю, ну, ты сидел так красиво, но разговаривал с небесами. Взял, взял, он и подошел ко мне. Можно? Все, вот, я вам объясню, не знаю, что про то, но это небесное. Можно поговорить? Вот, иван из зимхова, знаете, Каролина магазин. Понимаю. Вот, немножко провези ее. Ну, там мусорка, буквально, от Каролины 100 метров. Ну, там, шкеска. Вот там вот ее высади. Дальше я ее ввести, куда идти. Она подправила, да? Ну, понял, вот Каролина. Оля, от Каролины помнишь, куда идти? От магазина, где мы были? От права. Прямо? Ну, чуть-чуть. Да, до Киевски тебя сейчас шеф довезет на мусорке. Ты звонишь мне, я тебе дальше не буду. А плата можно с вами? 200 рублей. Вот видите, какие заказчики у меня сегодня. Вот, отсюда, сюда. Может на строительный, а там где альбатрос? Короче много как всегда вопросов, ничего не понятно День такой какой-то сегодня странный. Короче по райончику катаемся, ничего нового. Городажи катаем, делами занимаемся, почти суету наводим, почти. Хотите работать в такси и ищите надежного партнера? Банков без комиссии. Круглосуточная техподдержка и личный колл-центр. Бесплатно помогут получить разрешение и зарегистрироваться в реестре перевозчиков и многое другое. Если вы хотите попробовать себя в доставке, вы также можете связаться с техподдержкой и получить выгодные условия сотрудничества. Выберите свой формат работы и подключитесь к эксперт парку уже сегодня. Все контакты на экране и в описании. Работайте легально и зарабатывайте вместе с надежным партнером. Ну что, мы пообедали. 325 рублей. Кафе на аллее. В самом начале видео ты сказал, что ты рассказываешь за деятельность в такси. Так что ты ничего не рассказываешь? Короче, объясняю один раз. Может кто-то не знает, ставим. Мой район, кто как хочет. Кто хочет в пробки, может к Южному поставить. Ставим фильтра в Максиме. Мне кажется, фильтра все умеют, наверное, ставить. Направление выбираем нам нужное. Ёпта, сохранить. Выбрали, все. Все, вот это называется работа по району. По гетто. Можно все сделать побольше. Ну и, соответственно, можно и пробки захватить. А так мы чисто. Сегодня на таких кайфах работаем. Потому что мы поздно вышли. Соответственно, мы ничего утром не заработали. Волну не поймали. Поэтому о каких заработках можно что-то говорить. Понятное дело, можно сейчас просто на линию, в центр. Пробки. Время час пик. Четыре часа. Самый сок собирать. Пожалуй, я лучше здесь останусь. С кайфом посижу. И посмотрим, что мы заработали по райончику. Чисто по району. Я вон с ребенком, да? Ай, блин, я же заблокать. Ну, тут, да, лезь, милых. Доплачивать будете? 40 рублей. Хорошо. Еще знаете, почему я не люблю ездить на побережье? Сейчас же сезон, да, начался. Смотрите. Не знаю, камера передает. А, передает. Вот видите, да. Это уже... Она села, сумочки поставила свои, с кайфом прокатилась и все. А то, что после нее останется там и будут другие пассажиры, ты должен, пес, иметь с собой тряпку всегда. И только потом вот так вот, короче, берешь и вытираешь нахуй за каждым пассажиром. Потому что ты пес. А еще кто-то недовольный, что-то не понравится, кол поставит. Или там, это, когда ты говоришь, что я не повезу там с бутылкой пива и еще с чем-то. Отсылка к прошлому видео. Что вот этот геморрой, он не нужен абсолютно. Так, шорс я уже выпустил. Вам зачитывал то, что... Только что пришло сообщение о том, что уровни активности в Максиме поменялись. Наконец-то. Потому что раньше, чтобы получить золото, надо было выкрыть 500 заказов. Ну, теперь... 200. Да, скажем, получить серебро вполне, ну, реально. Легко. Ну, для тех, кто в бренде, это, в принципе, никак ни на что не влияет. Хотя, может, в распространении заказов, может, как-то будет влиять. А мы, короче, помчали. По райончику. Плюс 200. Сколько был X? А? Сколько X был? 1,7? 1,8. 1,8. 1,8. Больше, наверное? Ну, конечно. 290 поездка. От чего это 1,8? От коэффициента или от поездки? Никто не знает, блядь. Самое интересное, это же никто не знает. Так никто. Кто-то выкладывает, у кого-то поездка в 2 раза умножается, у кого-то там вообще, ну, поездка 300 рублей, а по итогу почти косарь. У кого-то вот такая вот фигня. А у меня пару раз было, что я беру из лужи, я четко знаю, что я в луже и заказ из лужи. И у меня вот так. Недостойно. Недостойно. Да, пошла. У меня рейтинг 5-0. В смысле недостойно? Саша, я же попросила. Где Ваня? Где Ваня? Ты как, что-то с тобой заедешь? Ну, мне ничего не надо. А вы же не указывали, что у нас с ребенком поедете. Вы же не указывали, что у нас с ребенком поедете. 7 лет через месяц. Сказала, можно не указывать. 7 лет? Что-то не... Она малая, вы видите меня? Наличка перевести... Этот можно перевести? Можно. Ваня, иди сюда. 950. Быстрее. Иван, я еду. Пока. Это что-то ожидание? Ожидание сколько сейчас будет? Да, я тебе, блядь, кидаю. 380 рублей. Угу. Один ребенок едет или два? Да, да, да. Макс, я тебя очень сильно прошу. Не надо поделать. Нихуя не понял. Чтобы ребенок сидел. Какое? Девочка, которая поедет на такси. Ребенка... Мама, пожалуйста. Ребенка, посидите, пожалуйста. Ребенка, посидите, пожалуйста. Так вы, ну, со своим мужем там, ну, решите. Его никто насильно не заставлял переводить 380 рублей. Давайте я вас тогда сейчас обратно, ну, отвезу, отдам вам ваши 380 рублей и все. Давайте. Конечно. Вы серьезно, да? У меня же тоже последствия будут. На полном серьезе, абсолютно. Какие последствия будут? Ну, хорошо. Вы со своим мужем не можете, ну, решить. Мы знаем, вы могли сказать такую цифру? Почему вы мне сказали больше? Я так и скажу, что вы сказали заплатить больше. Угу. Ожидание сколько сейчас будет? Да, я тебе, блядь, кидал. 380 рублей. Угу. Мужу было сказано, я не знаю, сколько будет ожидания. Он сказал, я перевожу тогда 380 рублей. Я не... Ну, вы переведете обратно? Я переводить ничего не буду, я вам дам наличными. Хорошо. Вы мне говорили, не цифру, не сумму, не сумму. Да, да. Да. Также вы можете сейчас мужу позвонить, спросить. Я оставлю жалобу, просто естественно. Я понимаю, что вы там неофициально, ничего. Так вот так у нас делается. А что делается? Вы сказали ему 3... Я ему ничего не сказал. Ну, почему вы ему не назвали цифру? Знаешь, счет такое? А сколько ты платишь? 380. А надо 310. А ожидания? Ты сказал, ожидания платить? Нет. Я не говорила ожидания платить. Вы, ну, говорили, не включить на ожидания. Вот человек... Это что это ожидания? Человек стоит. Вы между собой не можете разобраться. Слушайте, вы могли сказать, я только подъехал, а ожидания не было. Почему? Ожидание есть, одна минута. Одна минута. А вы сколько взяли? Ну, у вас совести просто нет, и все. Хорошо, до свидания. До свидания. Самоглавный жар... Чувак, стоит просто, просто тупо... И все. Наебал вас, да? Ужас. Что я? Какое ожидание, если ты только подъехал? Я ему сказал, что я не знаю, сколько будет ожидания. Вы куда-то ушли. Сколько денег? Ну, я не знаю, но... Ожидания сколько сейчас будет? Да я, хуй, я тебе, блядь, кидал. 380 рублей. Угу. Сфоткай, сфоткай, сфоткай. А меня сфоткаешь? Зачем нахуй? Меня сфоткай. Сфоткай меня! Ну, а что ты... Что ты часто собственность фотографируешь? А что, звоните сейчас? И что будешь говорить? Ну, муж что не назвал? Ну, так вы, ну, при мне позвоните. Вместе пообщаемся. А что товарищ есть? А что товарищ? А я тебе сказала, что у вас назвал другую сумму. Я его не называл. Батин, отойдет. Позовите своего мужа сюда. Я его охуя. Это хорошо есть, да, как бы, записи? А так бы никто бы не поверил. Еще водитель виноват. У меня, знаете, они, наверное, специально, они, ну, чувствуют просто. Другого я объяснения не нахожу. Просто, не знаю, может это отдельным роликом сделать? Нет. Вышла, ну, из машины, забрала 380 рублей. Сказала, буду жаловаться. Ну, он, муж вообще в ахуе с происходящего. Муж в ахуе, я в ахуе. А она, а ее обидели. Ее чуть ли на 70 рублей не накололи. И вот этот вот момент я буду жаловаться. Сфоткала номер машины. Я, дожди меня. Хайп, хайп наше все. Чисто по хайпим. Злой таксист. Обманул. Взял больше денег. Короче, весь букет. Интересно то, что был бы мужик рядом, ты бы так бы не разговаривал. Мужик вообще просто ушел в сторону. Вот так вот махнул рукой и все. Максимально странная какая-то ситуация. Такого у меня еще не было. Мужик чаюху перевел. Это забрала. Так, ну я написал. Комиссию вернули. Заказ не вошел. Это тоже записываешь смену. Заказы по дороге в другой город. Вы можете получать доход от любой поездки в другой город. Подключите межгород и получайте заказы по пути в гости или в поездке на дачу и обратно. В межгороде один заказ может стоить как несколько поездок по городу. Для поездки домой с заказом есть специальный режим. Обратно. Подключайте тариф по кнопке внизу и получайте деньги за поездки в другие города. Все топчик. Жду. Жду межгород, чтобы заработать большие деньги. Там в принципе 500 рублей. Сболтону. В зелик я считаю только самый умный человек, который умеет считать, поедет туда за такие деньги. 500 туда, 500 обратно. С кайфом, короче. Такая по поводу налога. Да, налог все-таки пришел. Я сумел. Получается 6% потому что юрлицо. И 120 рублей просто замечательно. То есть по факту получается 12% за корпоративный заказ. Круто. Помчал я домой. Здесь ждать тут у моря погоды. Итоги, 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 итоги. Тут в принципе нечего смотреть. Зато километраж маленький. 1578, 3000. Это получается 4,630. Минус 13630 рублей. В общем как-то так. По количеству заказов там 3 было. Минус 3 заказа. 12 заказов. 2 отмены. Здесь у нас сколько заказов? 7 заказов. По пробегу у нас вышло 97. Еще плюс десяточку прибавляем. Грубо 107. По времени это 8 часов. Из этого более точно вы в принципе видите на экране. Потому что мы кушали, мы стояли, мы отучались. Мы своими делами занимались. У нас простое и так далее. В принципе я не знаю часов может 5 от силы отработали. И это будет шикарно. Чаевые даже не считал. Что тут считать? В общем такая вышла смена. Это не смена. Вышли покататься вроде как бы на работе. И в то же время своими делами занимаешься. Туда сюда. Не забываем что мы выехали в принципе очень поздно. В не самое такое шикарное время. Сегодня вторник. Все докатывают цели. Завтра мне кажется вообще работы не будет. Хотя обещали, обещали апокалипсисах. Об этом все кто подписан на телеграм канал. Хотя обещали, обещали апокалипсисах. Об этом все кто подписан на телеграм канал. Те уже знают, что ночью будет апокалипсисах. Так, также не забываем про лайк, подписаться, колокольчик. И в принципе все. Такая вышла смена. Не забываем писать комментарии. Пишите комментарии. Не бойтесь. Не бойтесь, что некоторые комментарии они просто вылетают. Мне кажется наоборот. Человек должен в вас схваляться, что его комментарии подняли, подняли, зачитали. Такую премию не все удосуживаются получить. Вторник. Скучно. Неинтересно. Напиши комментарий. Тебе понравилась смена? Все нравится выпуск. Как ты смотришь на ту ситуацию, которая была вот с этой женщиной, когда мужик перевел одну сумму? Это говорит, давай сюда бабки, я пожалуюсь и так далее. И еще, мне кажется, будет жалоба 100%. И в принципе все, кто видит в городе, дружеский салам. Всех обнял, всех приподнял. Рад, что люди сигналят, махают, здороваются, побольше активности. Иногда просто теряешься. Че, где там? Кто? Кто посигналил, а? Не забываем. Работаем головой. Поехал я, короче, за апгрейдом для монтажа. Наверное, все-таки выложу в этот самый телеграм. Поэтому советую подписаться в телеграм. Там, может, глядишь и чатик создавал какой-нибудь в телеграме. Только в телеграме, исключительно в телеграме, если нужна будет необходимость в создании чата. Пока как-то не вижу. Короче, смотрите, какая система. Видите, да? От 500. Делаем минус. Так, меню. Параметры. Регион. Зеленоградск. Выбрали. Чаты. Объявления. Уровни активности. Вуаля. И... Помимо этого, еще, так сказать, маленький лайфхак для местных ребят. Ну, короче, кто додумается, тот додумается. А кто не додумается, тот, ну... Не знаю, шоколадку скушай. Короче... Короче, вот этот город не просто так. Который регион. Ну и все. Всех благ, всех удачи. Всех обнял, приподнял. Женский пол поцеловал. Движемся.